Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, собрался в магазин идти, а тут что? Что вы думаете? Вот только я оделся и дождь пошел. Нормально вообще, нет? Видно вам, не видно? Короче, там дождь. Как всегда, короче. Что-то придумаешь и вечно что-то тебе в палки в колеса вставишь. Как всегда. Какая-то хераня. Ой, буду ждать пока закончится дождь. Типа иду в магазин. Кристина вот сидит типа на парах. Типа на парах, да. Мне нужно в конце концов презентовать презентацию. Которую уже, блин, два с половиной месяца у меня сделана и просто висит. Ну, у меня она как бы сделана и не было такого, надо ее сдать. А, она есть? Есть. Ну, типа, в любой момент я могу прочитать. Уже конец семестра, уже все, последнее занятие. И получается, у меня еще презентация не сдана. У Саши, наверное. У пару человек. Я не знаю, как мы будем все вместе. Ну, вот она как только закончила говорить и скажет, так, придем презентацию и сразу скажу, типа, или можно я и все. Прочитаю и все будет окей. Ну, ребятки, закончился вот летний дождик. Все мокренько, свежо, так хорошо. Прямо солнышко светит. Отличная погода вообще. Вот я в магазин-то и выбрался, надо купить мясо. Там фарш похороший-то не был. В прошлый раз мы должны были его купить. Но я пришел в магаз и все разобрали, короче. Прикиньте, белорусы, украинцы вроде как не ездят сейчас в Польшу, потому что границы прикрыты, скажем так. А все равно мясо раскупают. Вот оно как может быть. Поэтому иду сейчас, посмотрю, может что-нибудь еще там получится урвать. Иду, в общем, за едой. Пришел я, значит, с магазина. Не купил я фарш опять. Короче, в этот раз пришел, а там нужно купить три пачки, чтобы была 50% скидка. Ну все. А там лежали только две. Я листал брать. Взял просто мясо. Там тоже недорогое было. Ну, чтобы хоть что-то взять. Потому что с пустыми руками домой идти не хотелось. А так, в принципе, неплохая цена на кусок мяса просто была. А то я взял кусок мяса и все, Кристина, что-нибудь из этого сварганит. Да. Сейчас что будем делать? Я буду играть в Uncharted. Да пройду второй Uncharted, там уже конец. А ты что, Кристина, будешь делать? Не знаю. Пока Никита ходил в магазин, я презентовала свою презентацию. И, как всегда, Никита ушел. Я включаю демонстрацию экрана. Спрашиваю, или видно. Мне говорят, видно. Я начинаю читать, перелистываю слайд. Мне говорят, не видно. Что делать? И у меня паника. Я прям вот так вот. У меня ноги трясутся, руки трясутся. Что делать? Я там выключаю, включаю, выключаю, включаю. Потом говорю, видно. А они говорят, видно. Все. И презентовала, и теперь я свободна. А оказывается, смотри, Саша, там, Наталька, еще кто-то не презентовала. И она сказала, те, кто не успел презентовать, просто вышлите мне. Что я могла не презентовать, а просто выслать ей. Вот так вот. Мы, ребят, садимся ужинать. Сейчас будем смотреть на Рунто. Баруто. Кристина вот нам приготовила покушать. Сейчас вы узнаете, что очень такое необычное. Не сказал бы, что там что-то сильно необычное. Да. Ну, а что там необычного? Что там необычного? Я что, не знаю чего-то? Ну, вроде бы не знаю чего-то. Ну, и что там такого необычного? Мегаспет включить. Как необычно? Картошка с мясом. С мясом каким? С мясом вареным. Никита захотел вареного мяса, поэтому я сварила. Прямо такими и решила, как стейк. Правда? Мне не резали шуткие кусочки. Не знаю, добавила мне укропчик и чеснок. И, надеюсь, вкусно. Романтик. И салатик наш. Только без кукурузы, а то... Забыли? Ну, вроде как и даже не вписывали. Ааа, вот так вот. Ну, забыли. Ну, ничего. Завтра пойду в бедренку за фаршем. Попытка номер три. Попытка, да. Завтра и послезавтра, последний день. Может выйдет все-таки купить фарш похороше. Вот так вот. Садимся, короче, смотреть варуто. Всем приятного аппетита, кто тоже будет кушать. И нам приятного аппетита. Я тут что-то замерзла. Залезла под плед. Я не знаю, что-то у нас так холодно. Возможно, из-за того, что сегодня погода была, не очень шел дождь. Как-то вот реально в квартире прохладно. У меня ноги холодные. Я вот решила залезть под одеяло. Посмотрела только что сериал. Я его смотрела уже давно. Но не видела последних серий. Так как из-за карантина, из-за вируса прекратили съемки. И было, по-моему, 16 серий из 19. И потом через месяц вышла одна. Хотя выходит серия одна в неделю. Там через месяц вышла одна серия. И я вообще как-то забыла про этот сериал. По одну серию посмотрела тогда. И сейчас сидела и думала, что же мне сделать? Что же может посмотреть? Может, какой-то сериал я не досмотрела? Думаю, ходячих я там не досмотрела. Но как-то не хочется сейчас смотреть. И вот не знала, не знала. И вспомнила, что я Ривердейл не досмотрела. И оказывается, серии вышли почти месяц назад. И я вот их досмотрела. Закончился сезон. Так что жду новый. Потому что все закончилось на неожиданной ноте. И мне кажется, что должен быть еще один сезон. Вот. Села сейчас рисовать второй этаж нашего дома мечты. Так сказать. Не знаю, что-то. Думала, что не буду рисовать. Но сегодня как-то просто у меня есть желание. Так что сейчас этим и займусь. Подходит наш чудесный день к концу. Я прошел Uncharted 2. Почти прошел. Тут уже консцена идет. Это уже конец. Это последняя глава. И тут уже, в принципе, все. Главного босса. Босса, говорю. Злодея убили. И тут выбираются из этой шамбалы. Короче, это прохожу. Конец. Совсем-совсем чуть-чуть осталось. Кристина спроектировала второй этаж дома. Да. Спроектировала второй этаж дома. И у меня там дилемма. Либо слишком большая ванная. Прямо реально огромная. Где можно сделать комнату. Если это все так скомпактовать. Короче, уменьшить. Угу. Так, короче, переместить чуть-чуть. То получается там одна комната в форме буквы Г. И мне это не нравится. И меня это бесит. Я решила там как-то изменить. Добавить балкон, чтобы это не сильно Г было. И первым и во втором случае значение АГ. И, короче, сделала балкон. И получается, что снизу просто стена как бы гараж. А сверху идет стена и кусок балкона. Но это очень странно смотрится. Мне это бесит. Это раздражает. Я не знаю вообще. Ну, так. Ложимся, короче. Пусть Никита разбирается. Что с ним делать. Ложимся, короче, уже спать. Всем спасибо, ребята, что смотрите. Как всегда. Не забывайте ставить лайки. Писать комментарии. Рассказывать о нас своим друзьям. Еще раз всем спасибо. Всем до скорой встречи. До завтра. То бишь всем пока-пока. Чусь.